Выставочному залу на Володарского 13 более 40 лет. Он стал самым масштабным по площади музейной локацией для проведения крупных выставочных проектов. В 2012 году он вошел в состав Оренбургского областного музея изобразительных искусств. В прошлом году было принято решение о реновации выставочного зала. Неплохо получилось. Так как мы и планировали, мы его существенно обновили. И конечно же зал стал современным, полностью соответствующим для того, чтобы выставки мирового масштаба здесь могли проходить. А еще раз хочу пригласить всех оренбургцев прийти, посмотреть. Во-первых, замечательные выставочные обновленные пространства. Во-вторых, конечно, все эти экспонанты, которые здесь представлены. Первой выставкой в обновленном зале стала история русской святости. Она посвящена образам русских святых. От равноапостольного князя Владимира Святославовича, принявшего христианскую веру и кресившего Русь, до преподобного Серафима Саровского, канонизированного в 1903 году при последнем русском императоре. Это не совсем икона в привычном для нас понимании. Здесь нет фигуры святого в центре, как обычно. Здесь это скорее некий план, план обители на тот момент, когда вот икона создавалась. И только вот небольшие фрагменты связаны со святым, с событиями, которые в этой обители происходили, с явлением, например, креста. Это прямо к святому, которого упало кто знает. Но эта икона необычная. Это икона преподобного Андрея Рублёва, написанная до его канонизации. Если вы посмотрите внимательно, Андрей Рублёв, вот он стоит перед иконой Святой Троицы, его расписывает, он без нимба. Это случай духовной, можно так сказать, прозорливости иконописца, который написал Рублёв в иконописном стиле еще до того, как он был канонизирован в русско-православной церкви. В состав выставки вошло более 120 предметов русского церковного искусства 16-го, начала 20-го века. Иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства рассказывают о тысячелетней истории русской святости. Полотна предоставил Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Должны иметь возможность видеть эти шедевры, не обязательно приезжая в Москву или Санкт-Петербург. С одной стороны, с другой стороны, в музеях регионов России находится очень большое количество уникальных произведений и отечественного, и мирового искусства. Среди образов общерусских святых на выставке предоставлены иконы преподобного Сергея Радонежского, а также уникальный триптих «Житие преподобного Андрея Рублёва». Выставочный зал готов принимать гостей с 22 ноября. Выставка «История русской святости» будет работать до 18 февраля следующего года.